Моя погоня, гнались за упаду, Я отошёл, не зафигай вам. Прощай, земля, азарт закона града, Мой труд, люди, считайте по словам. Я узнал на каждом повороте, За сеть поля, за стады снизу, По златоустам путь житий не пройден, С той стороны земли на сроке суть. По плоске надо убирать, И тут видишь, как ещё выше стало. Ну там ещё уходит вода, чтобы ещё выше можно поднять. Моя погоня, я успевал на каждом повороте, Моя погоня, более заслуживая. Взял на повороте, в простую память. Взял на повороте. Другого нет? А где есть? А остальное? Обман подделки Вот здесь вкупается Вот там, где он стал бы, там все ощущения пробудут Вот здесь вкупается Ольга Вкупается 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Нет, тут прекрасные грюки, заплатки, да это? Это заплаты, я сам пришиваю. Мы ездили в миссионерскую поездку, я дорогой еду, и все, обычно, я люблю очень шить. И у меня здесь, ну сколько их, я начинал 23 заплатки, ну и что? Так зато я ничего не воспользовался, это мое, ни копейки не потратил. Даже уж попутно показать вам, вот, допустим, вот сапайки, это выброшенные где-то. Попросил отремонтировать, вот это, видите, какой. Для меня это как раз, в сапожник положил заплату. Если носок, он у меня шитый-перешитый. Мне как раз, я не знаю, что такое на себя, зачем. Вот раньше я работал на стройке. Подождите, расскажите фразу, что не знаю, зачем на себя тратить. То есть, давайте я задам вопрос. То есть, задача есть экономить на себе, не покупать ничего нового, одежды, какие-то предметы интерьера, быта. У меня ничего нету. Я так прожил жизнь. Это не то, что я стремлюсь к этому, я просто, это моя жизнь. Вы ничего себе не покупаете? Ничего не покупаю. Одежду не покупаете, теплую одежду? Ничего не покупаю. У меня нет, все, что есть, это все кто-то дал. Фуражка, сапоги, вот до самого нижнего. У меня ничего своего нету, нету. В чем объяснение? Посмотрите, вот телефон, вот этот телефон. Это мне подарили. Он пришел там, богатый человек, ну, богатый так, и говорит, выбирай телефон. Я говорю, не выбирай, чтобы только, я ни у кому не звоню, только на меня звонят. Ко мне приезжает главный банкир Алтайского края, на своей машине привозит. Он не может мне деньги дать. Я говорю, если я дам сигнал, то, значит, вы можете мне позвонить. А почему? Я говорю, да, у меня денег нет. Он вытаскивает из кармана 10 тысяч у меня сразу. Он дороже моего телефона. Я как-то возьми, скажи, говорю, у меня монитор старенький. Прихожу, пурга, на пороге, ну, на крыльце стоит какая-то коробка. Оказалось, монитор. Маленько погодя, приходит человек, покупает совершенно новый, с процессором. И никому не могу деньги дать. Кое-как собрал, отдал, прихожу домой, деньги уже в кармане лежат. Это люди, потому что они видят и знают. Вот меня Бог так дал и доверил мне. Я говорю, Господи, ты не ошибся, что меня избрал на это дело. Через мои руки проходят деньги. Деньги, ну, ясное дело, что если на эту дорогу я в прошлом году полмиллиона потратил, то это означает, что я знаю, что такое деньги. Вот я в Америке ездил, выступаю, подходит человек. А можно я на вас чек выпишу? Выписываю там 5 тысяч долларов. Ни одной копейки, ни одного цента я не съел, ни одного мороженого. Я их огорчал ужасно как. Ну, возьмите, за стол сядем, я с краешку там какую-нибудь лепешку отломил и все. Это моя жизнь. Мне это не надо. И мне, ну, просто, это не мое. Если я сэкономил что-то, а то для дела Божие, куда-то оно пойдет. Но стараюсь все помочь им. Где-то что-то подсуну, прихожу домой, помидоры лежат. Что-то развернусь, вижу, кто придет. И записки. Я с болью с такой, ну, вы хоть записку оставьте, за кого помолиться. Бог не оставляет своих. Понимаете, это Бог делает. У меня минимальная пенсия 6 тысяч 523 рубля на сегодняшний день. Это интернет за меня кто-то платит. Компьютер купили. То есть я куда-нибудь повернусь, и как откуда-то вот небо раскрытое, для меня Бог дает. Жить негде, квартиры нет. Я посчитал, в городе у меня одно время было 4 квартиры. 4, ну, вот такие это, не городские там это, а такие где-то. Я одному, второму, третьему все распузырил, нигде нет. Это бесполезно. Откуда идет? Вот я судился, высадил. Две квартиры, два домика. В центре города мне вырешил суд, судебный уже, за то, что меня изъяли. Я тут уже по церковь отдал, а в другой отдал, тут бесплатно живут. Не то, что там хвалить все этим, но это совершенно для меня, как вот дышать, нормально я, естественно. Вот он живет, жил 14 лет, ни копейки за квартиру, я за квартиру ни с одной человека еще в жизни не брал. Ни копейки. Как? Вот дорогой ехали мы на миссию, на охоту рыбы. Ребята купят, а я не ем, я поранее, с кусочком поем. Почему? Рыба дорогая. Насте мою, вот тогда я поем. То есть я это умышленно делаю. Надо мной смеются. Далее со мной собака, эта собака, чемпион России, подзащитная караульная служба, ураган. Я половину из дома взял из сливок, тут один пожертвовал. Я половину ему, половину себе. Ты собаку больше любишь, чем себя. Ну, как угодно говорите, это моя жизнь. Да, и вот вы сказали тоже, что с кем связался Роспотребнадзор, да? Так. Роспотребнадзор-то с кем связался? Я им сказал, говорю, вот смотрите, вот так, они стоят, я говорю, посмотрите, какое щучело огородное перед вами стоит. Вы на кого напали-то? Вас не смущает мой возраст, 78-й год. Ну, понятно, что это уже не игрушка. И вы больше меня не увидите никогда. Но я могу сказать, что я за всю жизнь одной таблетки не съел. Я живу в природе и другим стараюсь это отдать. У меня больных детей нет. Ну, то есть вы к тому, что вам не тягаться с ними, да? Нет, никто я, никто. И поэтому я говорю, отступитесь от меня, чтобы я на ваших глазах не умер сейчас здесь. Отстаньте от меня. За меня Бог заступается, вам будет нехорошо. Это мешает вам? То есть вы чувствуете, что негатив в такие моменты приходит вот в ваше посетение? Ну, я это как бы не чувствую, но просто хочу пробудить в них совесть. Ну, гляньте просто. Вы видите, с кем бороться-то я в ответ не могу ничего сказать. Мне детей защитить надо. Я стою, растопоршился, как курица на сетках. Это дети мои, которые родители звонят, не отдавайте детей. Им звонят, отберем детей. Понимаете? Я не знаю, куда прятаться от них. Роспотребнадзор – это сатана, по-вашему? Дьявол людей побуждает на это. Делать зло. Я еще раз говорю, может, эта организация нужна, где гнилые товары продают, травят население, чем попало. За этим надо смотреть, но не с детским лагерьем и воевать. Ну, 45 лет ни одного больного. Окей, да. Это же не два дня. Ну, вдумайтесь в это. 45 лет, вам даже 45-то нету. Мне нету. Вы понимаете, что вы мой клиент. Так, ну что? Да, посидите, посидите. Немножечко. И вот вы дальше, вначале меня вот так... А что в карманах? У рабочей рукавички. Смотрите, вот даже рукавички-то какие. Ты видишь, нет? Даже таких вот рукавичек-то вам не найти нигде. Вот она. Ну, конечно, уже все штопыли, перештопыли. На десятки раз перешиненные. Мы вот шли, там дорога много висит, у меня нет ничего. Вот она. Это я так пощиняю. Это завязка, кому что потребуется. Как у самого... Просто там какой-то бездонный карман, на самом деле. Ну, когда идешь по лагерю, в это время на встречу идет начальник. Он любого останавливает. Ну, карманы выверни. Вывернул карманы. Вывернул. Квозди сюда. Ты должен показать ему, иначе тебя бить будут. Ну, я иду, начальник остановился. Он меня то ли не знает, то ли построжиться решил. Ну-ка, чего у тебя там в карманах-то? Идешь, как пузырь надулся. Ну, я в карманы... Точно, как пузырь. Я сразу в шифурешку. А там у меня просворы. Просворы, это церковные хлебцы такие. Ну, божественно все. Батюшка, так что ж ты с собой-то носишь все это? Вот у меня карманы вот так вот отдуты. Я говорю, заключенные съедают все. А положить там крысы съедят. А кто ворует, тоже крысы называются. Ну, это косвенно задел. Ну, и ладно, иди. Понимаю. Вот я в тюрьме был, и там женщина молодая. Вот вызывает навстречу с кем-то. И она должна сопровождать. Эльза Кох звали. Такая, отъявленная в гитлеровском там лагере была. Вот. И она очень придирчивая. Маленького роста, ну, прямо где-то. Но она меня водит. Я с ней начинаю беседовать. Идем дорогой, и я говорю. Она до тонок ко мне расположилась. И говорит, следователь, что даст, можешь вынести. Я вас не трону. И поэтому следователь бывает принесет. А жена готовит. У меня сердце, это, грецкий орех с медом. Видите, колбасы делает такое. И она никогда не тронет. Чеснок очень нужен. Эльза Кох. А для меня она, я освободился, скорее стараясь найти, кто мне помогал. Вот кто мне помогал в других городах. До Хабаровска проехал везде и всем подарил книги. Я несказанно разбогател, имея эти книги. У меня нынче фактически ни одного человека нету, который мне помогал. Директора всем-всем подарки сделал. А покажите мне телефон ваш еще один раз. Телефон и носок. Носок еще, да, у тебя не попал в кадр? И носок, да. Да, давайте начнем с носка еще раз. Покажите, вот этот вы показывали. Что показать? Да, носок, носок, да. Я покажу, смотри. Штопанный, перештопанный. Это я их сам починяю. Не, не, вы не снимали в прошлый раз. Ну, а что такого-то? У меня нормальные носки. Я их сам постираю, эту рубашку постираю, повешу, она сохнет. Я без рубашки в избе сижу. Как только она высохла, я опять ее надел. У вас одна рубашка? Ну, есть, не одна, но так вот мне удобнее бывает. Рубашка, она не прокусывается даже комарами. Вот люди смотрят. А мне вот это вот, я не знаю. И телефон, да? И телефон, да. И телефон. Нас в семье было 10. Телефон еще покажите, пока он снимет в руках. Телефон в руках. Телефон. Так, минуту. Говорил, не туда положил его даже. Вот я никому не звоню. Вот просмотрел, у меня там 500 рублей. Завтра просыпаюсь, 2000. И прошло какое-то время, на телефон перечислили 5400. Я узнал, что переходят. Узнал Магадет, но я отдал телефон, они перечислили, себе сняли, и я опять ни с чем сижу. Вот он, здесь какой маленький, я никогда не звоню. Ну, здесь написано где-то, что нужно, я узнаю. Зачем? Я ничем не пользуюсь. И обратно, давайте чехол. Лишь бы дать сигнал. Мне надо его вызвать. Я ему нажал, а он звонит. Угу, в чехольчик обратно. Давайте, наверное, берем. А вот если, а? А вот это для чего? А это для того, чтобы не потерялся. Ну, конечно. Он не выскальзывает. А вот так выпал у меня, едва нашли. Я тогда пришил красную тряпочку. Вот он лежит. Я его сразу нашел. Ну, все правильно, конечно. Ну, как Бог дает. Мне Бог дал вот это, жить в нищете. Вот я ехал дорогой и напевал, не знаю, у вас это есть или нет. У меня стихотворение одно такое. Как бы моя биография, вложенная в это, называется «Пример к себе своим воображением». Все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам меня мог сделать мышкой. Ни сейчас, ни сутки, но сплошная жизнь. На выходе и в ходе за обедом стреляют точно в лоб и давят только вниз. Задача выжить и ни одной победы. Хотя, как знать, когда я ускользну, петля и яд меня не захватили. Враг не достал и стратил всю казну. Уверенность пожег в истерике, в бессилье. Их измотало в горных перевалах. Там след моей ступни не раз петлял. По шахтам, гротам, по лагам, отвалам. И следует святых, о ком я насчитал. Мой бег, мое убежище с Давидом. За мной доик, бешеный Саул. Они разведали, что ем я мед, акриды. А штаб квартиры избран в Барнаул. Я с Моисея на своей вершине. В последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками, с биноклями в машине. Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня. Гнались до упаду. Я отошел, недосягаем вам. Прощай, земля, азар, закон ограда. Мой труд, следы читайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле. Застолбить межу. Со златоустом путь житейный пройден. С той стороны земли на все гляжу. То есть я умер, я недосягаем для вас. Это такое стихотворение. Виктор Николаевич положил на музыку и поет. Ну здорово. Так, у нас здесь есть... Ну что, пошли, басти к нам. Нужно... Да, нам осталось с компьютером вас снять. Вот смотрите. Держите вам. Ой, спасибо большое. Это пищевистник. Пищевистник. Здесь у нас оговорочек. Можно свежие помидоры сорвать. Хотите? Нет, нет, спасибо большое. А богорсель если есть? Нет. Хочешь огурец или помидор? Если все зашло. А если я скажу, что хочу? На здоровье скажу. Нет, ну в смысле, что не скромности, не солидарности. Я хочу, чтобы вы уехали совсем и не возвращались. А-а-а. Потому что вам это сложно туда-сюда 50 километров. Нет, нам в любом случае плотину чинить с вами завтра. Но я высказал желание. Я же не скрываю это. Да, конечно, конечно. Берегу ваши силы и прочее. Туда-сюда ночевать 50. Да зачем ехать? Ночуйте здесь. Сейчас пойдем вместе на малину поедим. Ну просто как обыкновенные люди. Пойдемте с нами, побудете. С собой возьми, что не такую, эту, конечно, большую. Ну, поменьше, что есть там. Так, сейчас что? Смотрите, что нам нужно пока светло. Нам нужно с вами... По дворам. Да, нет, нам нужно с вами пройти по деревне, да. В храмшколу зайдем. И в храмшколу, да. А все остальное остается... Ну и плюс поснимать саму деревню, да? Да. Коля там вот... Ну все, идемте. Вот, а потом уже мы снимем вас с компьютером. Все, Володя, иди сними. Это Алешка поехал. Алешка поехал. Проверить. Дорогу проверять. Дорогу там проверять. Там можно пройти, да? Там можно пройти? Да, можно и там пройти. Пойдемте, здесь. Так, мы отстали, Володя пойдет. Не надо? Ну, Володя, мы все знаем там.